Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», шестой том, вопрос 1555. В чем причина блаженства для верующего человека? Что это за состояние и как можно прийти к этому? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Хотя слово «блаженный» встречается в Библии 115 раз, слово «блаженство» всего только два раза по-разному в каждом завете. Псалом 15, 11 стих. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Римлянам 4 глава 9 стих. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что в Рааму веры вменилась праведность. Апостол Павел блаженством называет праведность, а Давид называет все блага, какие доступны были для человека, путь жизни и полноту радости в очах Господних. Придется посмотреть, что Дух Святой в своих книгах, Писаниях называет состоянием блаженства. Толковать много и не потребуется, если будем много читать Слово Божие и со смирением в молитве вникать в Него. За всех умер Христос, но кто воспринял эту жертву Иисуса, тот омыт кровью Христа, призван вечной обители, блажен. 3 ездра 10 глава 57 стих. Ты блаженнее многих и призван к Всевышнему, как и немногие. Люди придумали всевозможные льстивы, вводящие в заблуждение на именование духовных лиц. Преосвященнейший, святейший. Но если эти пасторы не проповедуют Слово Божие, то что же за дети духовные у них? Этот мир весь греховный и страшный, это все их церковная полнота. Полнота безмерного срама и бесстыдства. Сирахова 11 глава 28 стих. Прежде смерти, не называя никого блаженным, человек познается в детях своих. Освобожденный от греха и омытия кровью Христа, прощения ради Иисуса востраданий, есть полнота блаженства. Блажен означает здоров, получивший освобождение. 31 псалом 1 стих. Блажен, кому отпущены беззаконии, чьи грехи покрыты. Сирахова 14 глава 1 стих. Блажен человек, который не погрешал устами своими и неизвелен был печалью греха. Блажен всеизучающий Библию и проповедующий весть Евангелия другим. Сирахова 25 глава 12 стих. Блажен, кто приобрел мудрость и продает ее в уши слушающих. Сирахова 34 глава 15 стих. Блажен на душа боящегося Господа, кем он держится и кто опоры его. Сирахова 50 глава 30 стих. Блажен, кто будет упражняться в силах и наставлениях, всех наставлениях. И кто положит их на сердце, тот сделается мудрым. В православии сплошная путаница, если они еще соглашаются, что блаженство кому-то вроде доступно на земле. Но уж увлажать будут только Божья Матерь, ибо она сама о том сказала. Библия так не учит. Лука 1 глава 48 стих. Что призрел он на смирение рабы свои, ибо отныне будут увлажать меня все роды. Бытие 30 глава 13 стих. И сказал Илья, к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины. Книга Иова 29 глава 11 стих. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Ухо, видевшее, восхваляло меня. О Соломе написано. О Соломоне написано. Псалом 71, 17 стих. Все народы ублажали, ублажает Иего. Даже хорошую хозяйку в доме ублажают ее почитатели. Притча 31 глава 28 стих. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Мы можем ублажать людей, которые перенесли гулав и не отреклись от Христа. Якова 5 глава 11 стих. Вот. Мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова, видели конец оного от Господа. Игорь Господь весьма милосерд и сострадателен. Примудость Соломона 2 глава 16 стих. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, углажает кончину праведных и тщеславно называет Отцом Своим Бога. Нужно заучить все 115 мест Библии о блаженстве и ступать согласно написанному, и получишь блаженство.